Доброго времени суток, дорогие друзья! Прежде всего хочу поздравить всех с прошедшими праздниками, хотя у нас уже стремительно будет приближаться и День Святого Валентина, День Всех Влюблённых, потом 23 февраля, потом 8 марта. Любим мы праздники, но на самом деле это и здорово, потому что это действительно хорошие праздничные дни. Отдыхать мы, правда, не очень умеем, но надо тоже к этому стремиться. Ну а поговорить я всё-таки хотел на тему серьёзную. Очень много писем, обращений я получаю и через интернет, и по почте о проблемах образования в нашей стране. Вчера я выступал в Государственной Думе, обрушился сознательно на нынешнего министра образования и науки господина Ливанова, в частности привёл пример, что надо будет происходить с преподаванием русской литературы в школе. И вот после вот этого своего выступления, ну просто шквал пошёл, и через Твиттер, и на сайт обращений. Большинство меня поддерживают. Ну а если критикуют, только говорят, что почему только Ливанова критикуете и указывают на многие другие недостатки и в работе правительства, да и в целом на недостатки в нашей жизни. Но сегодня я всё-таки хотел ещё раз по поводу нашего образования. И в отличие от вчерашнего выступления, где я говорил только о проблеме преподавания русской литературы, я об этом тоже сегодня ещё скажу, я хотел бы в целом высказать нашу позицию, позицию моей партии, партии «Справедивая Россия» и мою позицию как гражданина. Первое. Наверняка вы многие слышали, знаете, что Россия уже много-много лет, ну как много, несколько лет является участником так называемого баллонского процесса. Что такое баллонский процесс? Это некие стандарты в сфере образования, как среднего, так и высшего профессионального, которые считаются применимыми тем странам, которые подписали некий вот этот документ под названием баллонский процесс. Но там есть одно «но». Дело в том, что все те положения этого баллонского процесса, которые там есть и которые страна подписывает, являются по, скажем, регламенту этого документа и этих стандартов, являются рекомендательными. Иными словами, каждая страна, став участником баллонского процесса, да, понимает, что вот эти позиции, например, двухуровневые системы образования, бакалавриат и магистратура, они являются рекомендательными, но не обязательными. Если есть какая-то национальная традиция, есть национальный опыт, тем более такой опыт, как был в нашей стране, когда образование в Советском Союзе было предназначено лучшим в мире, так почему же мы с упорством достойного лучшего применения отказываемся от всего того, что созлужило десятилетие добрую службу, и бегом, голопом по Европам, в прямом смысле этого слова, вводим эти нововведения, начиная от двухуровневой системы образования, образовательной кредиты, многое-многое другое, и в частности, единый государственный экзамен. Иными словами, сдача экзамена через тестирование. Я категорически противник баллонского процесса, и, кстати, двухуровневой системы образования, и ЕГЭ, единого государственного экзамена. Но когда наши министры сначала Пустенко, а потом Ливанов продолжает это дело, например, утверждали федеральные государственные образовательные стандарты, я вам напомню, какой был скандал. Ведь эти деятели от образования, по-другому я назвать не могу, решили, что трех предметов в качестве обязательных для наших с вами детей и внуков будет достаточно. Напомню, какие первоначальные предметы хотели сделать обязательными. Это физкультура, это ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности, и это некий предмет России в мире. Ну, вроде как история, а может, немножко больше, чем история, и все. А все остальное – это уже как бы по желанию, но полный бред. Слава богу, мы вместе с вами устроили скандал, такой публичный, громкий. Сейчас вроде бы как обязательных девять предметов. И в том числе там появился такой монстр под названием русский язык и литература. Вот здесь обратите внимание, я еще раз подчеркну, являюсь категорическим противником единого государственного экзамена, но тем не менее его-то сегодня сдают выпускники. Так вот, сдают отдельно по предмету русский язык, и этот, кстати, предмет является обязательным из двух – математикой и русский язык. А литературу сдают только те, кто хочет. Ну, наверное, поступать, допустим, в литературный институт или еще куда-нибудь. А предметом называется русский язык и литература. Так вот, в новой методичке, разработанной Академией российского образования, во-первых, сокращается на третье число преподавания вот этого предмета – русский язык и литература – с 210 часов до 140 часов. Но мало того, мы же с вами прекрасно понимаем, что учителя будут натаскивать школьников на тот предмет, по которому обязательно сдавать ЕГЭ, то есть русский язык. И значит, отведено 140 часов, из них большая часть уйдет именно на русский язык. А наши школьники никогда не узнают, что есть такой писатель Куприн, что есть такой писатель Лесков, что есть такой писатель Алексей Толстой. Никогда не познакомятся с творчеством Астафьева, Высоцкого, Акуджавы, Ахмадулиной, Довлатова, Конецкого. Список можно продолжать. Каверина, потому что в программе этих книг нету. В той методичке, которую разработала вот та самая Академия российского образования. Ну, собственно говоря, чтобы долго эту тему не продолжать, я вчера еще раз сказал, что наша партия, партия справедливей России, будет всеми силами добиваться немедленной отставки министра образования и науки, господина Ливанова. Ему не место в этом министерстве. Я в этом абсолютно убежден. Продолжение следует... Продолжение следует...